Нутрициолог может быть толстым? Давай, только честно. Нет. Ну, есть же нутрициологи толстые. Мне надо как сапожник без сапог. Не знаю. Мне кажется... Как миллионер без денег. Да. Это странно. Ну, скажем так, какой-то период там, может быть, да, у человека там, ну, может быть, там нездоровье, что-то он пытается делать, да. Но в любом случае нутрициологи – это люди, которые учат правильно питаться, там, ну, рассказывают, да. Но я бы не стала доверять человеку, который сам свои рекомендации не выполняет. Вот, например, ты идёшь к фитнес-тренеру заниматься. Но если у тебя фитнес-тренер, блин, 150 килограмм, не имеет формы, ты будешь слушать, как делать упражнения, если он тебе рекомендует? Вряд ли. Все смотрят, допустим, на фитнес-тренера, как на эталон и стремятся к его эталону. Это как сапожники без сапог. Я считаю... Поэтому вот в соцсети, мне кажется, очень хорошо в этом плане тик-ток, что здесь... Здесь много есть, конечно, фигни, но в то же время есть очень много полезного. Люди, которые реально сделали, добились и показывают свои собственные результаты. И от этого реально вот... Им можно доверять. Ну да, им можно доверять полезная соцсеть.